Глава вторая Сноговых хиттиянок За их яркую, но мгновенную красоту Которая так же рано и прелестно расцветает И так же быстро вянет, как цветок нарцисса Смуглых, высоких, пламенных филистимлянок С жесткими курчаевыми волосами Носивших золотые звенящие запястья на кистях рук Золотые обручи на плечах И на обеих щиколотках широкие браслеты Соединенные тонкой цепочкой Нежных, маленьких, гибких амриянок Сложенных без упрека их верности Покорность любви вошли в пословицу Женщины Засирии, удлинявших красками свои глаза И вытравливавших синие звезды на лбу и на щеках Образованных, веселых и остроумных дочерей Сидона Умевших хорошо петь, танцевать А так же играть на арфах, лютнях и флейтах Под аккомпанемент бубна Желтокожих египтянок Неутомимых в любви и безумных в ревности Сладострастных вавилонянок У которых все тело под одеждой было гладко, как мрамор Потому что они особой пастой истребляли на нем волосы Девбактрии, красивших волосы и ногти в огненно-красный цвет И носивших шальвары Молчаливых, застенчивых муавитянок У которых роскошные груди были прохладны в самые жаркие летние ночи Беспечных и расточительных аммонитянок С огненными волосами и с телом такой белизны, что оно светилось во тьме Хрупких, голубоглазых женщин с льняными волосами и нежным запахом кожи, которых привозили с севера через Баальбек И язык которых был непонятен для всех живущих в Палестине Кроме того, любил царь многих дочерей Иудеи и Израиля Также разделял он ложи с балки Смакеда, царица Исавской Превзошедшей всех женщин в мире красотой, мудростью, богатством и разнообразием искусства в страсти И с Ависагой Сунамитянкой, согревавшей старость царя Давида С этой ласковой, тихой красавицей, из-за которой Соломон предал своего старшего брата Адонию Смерти от руки Ваней, сына Иодаева Из бедной девушки и из виноградника по имени Суламиф Которой одной из всех женщин любил царь всем своим сердцем Насильный Одер сделал себе Соломон из лучшего кедрового дерева С серебряными столпами, с золотыми локотниками в виде лежащих львов С шатром из пурпуровой тирской ткани Внутри же весь шатер был украшен золотым шитьем и драгоценными камнями Любовными дарами жен и дев ярусалимских И когда стройные черные рабы проносили Соломона в дни великих празднеств средь народа Поистине был прекрасен царь, как лилия Саронской долины Бледно было его лицо, губы точно яркая алая лента Волнистые волосы, черный истиня И в них украшение мудрости и блестела седина Подобно серебряным нитям горных ручьев Падающих с высоты темных скал Айрмона Седина сверкала и в его черной бороде, завитой по обычаю царей ассирийских Правильными мелкими рядами Глаза же у царя были темны, как самый темный агат Как небо в безлонную летнюю ночь А ресницы, разверзавшиеся стрелами вверх и вниз Походили на черные лучи вокруг черных звезд И не было человека во вселенной, который мог бы выдержать взгляд Соломона Не потупив своих глаз И молнии гнева в очах царя повергали людей на землю Но бывали минуты сердечного веселья, когда царь опьянялся любовью или вином Или сладостью власти, или радовался он мудрому и красивому слову, сказанному кстати Тогда тихо опускались до половины его длинные ресницы Бросая синие тени на светлое лицо И в глазах царя загорались точно искры в черных бриллиантах Теплые огни ласкового, нежного смеха И те, кто видели эту улыбку, готовы были за нее отдать тело и душу Так она была неописуемо прекрасна Одно имя царя Соломона, произнесенное вслух, волновало сердце женщин Как аромат пролитого мира, напоминающий о ночах любви Руки царя были нежны, белы, теплы и красивы, как у женщины Но у них заключался такой избыток жизненной силы Что, налагая ладони на теме больных, царь исцелял головные боли, судороги, черную меланхолию и беснования На указательном пальце левой руки носил Соломон гему из кроваво-красного астерикса Извергавшего из себя шесть лучей жемчужиного цвета Много сотен лет было этому кольцу И на оборотной стороне его камня вырезана была надпись на языке древнего исчезнувшего народа Все проходит И так велика была власть души Соломона, что повиновались ей даже животные Львы и тигры ползали у ног царя и терлись мордами о его колени И лизали его руки своими жесткими языками, когда он входил в их помещение И он, находивший веселье сердца в сверкающих переливах драгоценных камней В аромате египетских благовонных смол В нежном прикосновении легких тканей В сладостной музыке В тонком вкусе красного искристого вина Играющего в чеканном ненуанском потире Он любил также гладить суровые гривы львов Бархатные спины черных пантер И нежные лапы молодых пятнистых леопардов Любил слушать рев диких зверей Видеть их сильные и прекрасные движения И ощущать горячий запах их хищного дыхания Так живописал царя Соломона и Асафат Сын Ахилуда, историк его дней